Понимаю, что происходит. Оказывается, я веду день рождения очень прекрасного и светлого персонажа, существа, сказочника. Я не знаю, как его назвать, но это чудо, это явление, которое называется «Российский Дед Мороз». Аплодисменты этому явлению! Сегодня мы с вами будем поздравлять его действительно. Подарки, сюрпризы. Все это, конечно, он ждет. Много детских улыбок, конечно, это самый важный подарок для него. Вот они здесь, эти детишки. Ну-ка, улыбнитесь, покажитесь, что вы готовы. Вы не готовы. Улыбнитесь же! Просто так, просто улыбнитесь. Ладно, спят. Ну, конечно, 10 утра, кто же сейчас улыбнется? Улыбки появятся сразу, как появится здесь наш волшебник. Друзья, сегодня начинается новогодняя эстафета. То есть сегодня официально, оказывается, с 18 ноября, я раньше не знал, можно начинать поздравлять с наступающим Новым годом своих родственников, друзей, бабушек и дедушек. Начинать думать, что вы им подарите на Новый год. Уже там закупать бумагу подарочную и так далее. Ну и самое главное, идти на рынок и закупать ингредиенты. Для чего? Для оливье, да. И забивать свои холодильники, конечно. Что еще вам нужно сказать? Я должен сказать очень важный момент. Что оказывается, следующий 2017 год в сказке Дедушки Мороза объявлен годом музыкальных приключений. Вы знаете об этом? А вот теперь знайте. Следующий год будет максимально музыкальным. Будет очень много музыки. Чему мы очень что рады. Ваши аплодисменты. Ну что же, обратите внимание на правый фланг. Здесь уже сидят в своих красных колпачках невероятный ансамбль народного инструмента, который называется «Русский сувенир. Великий Устьюк». Создайте нам музыкальное настроение. Ну и что после этого должно произойти? Ваши аплодисменты. И, конечно же, встречаем виновника торжества, российский Дедушка Мороз. Под ваши аплодисменты. Да я не верю, серьезно. Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои хорошие. Внучата мои милые. Как же рад встреча с вами. Здравствуй, Алексей, здравствуй, мой родной. Здравствуй, Дедушка Мороз. Давненько мы с тобой не видались. Как добрался? Как по волшебству я уже гостям рассказывал, что просто уснул, проснулся уже у вас в отчине. Как вы это делаете? Ты передвигаешься совсем как я. Спрашивают, как же Дедушка Мороз передвигается в один миг. Я могу быть и тут, и там. И зайду в новогоднюю ночь, конечно же, каждому ребенку, каждому взрослому. И подарю подарки. Потому что, да, это правда, Дедушка Мороз еще минуту назад был в Хабаровске. Разговаривал там с детьми и уже оказался здесь. Это правда же? Правда, правда. Эти аплодисменты тебе, Дедушка. Ох, сердце мое сегодня тронули. Собралось столько хороших, замечательных гостей. Я очень-очень рад. Дедушка, расскажи, что же, как прошел 2016 год, точнее не прошел, как он идет, что происходило? Много интересного было. Но много еще предстоит сделать. Ведь осталось несколько месяцев до этого, до конца этого года. Ну и, конечно же, во Владивостоке побывал. Поднялся на воздушном шаре. Самое большое и громкое событие в Великом Устюге – это открытие Мороз-арены. И каждый желающий может покататься на коньках. А еще в Учине у меня целый год работала школа начинающих волшебников. Ведь каждый может сказать доброе слово, сделать доброе дело. И почувствовать себя начинающим волшебником. Как же приятно тебя слушать, дедушка. Так, сказка у нас тут в Великом Устюге. А я сказку в жизнь воплощаю. Ведь таких уголков, как наш Великий Устюг, больше нет на всем белом свете. Это правда. Дедушка, а 2017-й открой завесу тайны. Что будет? Чего ждать? Думаю, что этот год высокосный подойдет к завершению. И Новый год принесет нам новые радости, новые успехи. Год – это 2017-й. И я объявляю годом музыкальных приключений. Я думаю, что будем петь, плясать, танцевать. И будем всех удивлять. Аплодисменты, друзья. Я уверен, что будет так. Ну что ж, дедушка, мы начинаем поздравлять тебя с днем рождения. Я сейчас растеряюсь. Обычно я всех поздравляю. А сегодня вот единственный день меня все. Ну давай. Ну как ты думаешь, дедушка, кто должен первый все-таки здесь появиться и поздравить тебя? Тут уже ребятишки появились. Они же самые главные на моем дне рождения. Правда? А ребята-то кого больше всего ждут? Внучку Снегурочку, конечно же. Дорогие друзья, под ваши аплодисменты встречаем нашу гостью из Костромы. Снегурочку под аплодисменты. Здравствуй, моя родная. Я уже все глаза проглядел, всем ребятам пообещал, что ты в пути, что приедешь и поздравишь меня с днем рождения. Ох, рад. Так бы я с тобой и обнимался. Часок-другой, но гостей очень много. Здравствуй, здравствуй, дедушка. Здравствуйте все-все-все друзья и дедушка. С днем рождения тебя. Спасибо, родная внученька. Я очень рада, что сегодня в Великом Устике собралось столько замечательных гостей. Посмотри, сколько лучезарных улыбок. И все они тебе, дедушка. Поздравления. Спасибо, спасибо. Я ведь сказал с утра самого всем. Если кто-то не будет улыбаться, глазки у ребятишек не будут искорками светиться. Значит, день рождения не удался. Так что вы уж меня, старика, не подводите. Договорились? Обещают. Обещают, дедушка. Вообще не ожидал вас здесь увидеть, но смотрю, одно лицо, вот честно. Вся в дедушку. Ну, конечно. Снегурочка, у меня к тебе несколько вопросов. Как доехала? Ой, доехали мы замечательно. Просто великолепно. Дорога к дедушке к тебе такая сказочная. Наверное, даже погода приготовилась. А как же? Видели, какие леса красивые, друзья? У вас-то Вологодская земля вся-вся инием покрыта. Так это я специально землю белым пушистым снегом припорошил и морозит славный. Чтоб людям было в радость до владения моих сказочных добираться. Очень замечательно. Снегурочка, а как ты относишься к музыке? Я очень люблю музыку, очень люблю песни. И наверняка каждый из вас знает много-много разных новогодних песенок. Кстати, дедушка, ты же видел, какое видео поздравление мы тебе прислали? Видела, а как же, конечно. Оно мне понравилось. Необычно. Я всем рассказываю, что внучка у меня самая веселая музыкальная. Да. Мы с Академиками Снежных Чудес спели песенку про елочку, самую любимую песенку дедушки Мороза. Да необычно. У нас Весточка, она музыкант, поэтому аранжировку сделала удивительную. Обязательно посмотрите все. Друзья, это где можно посмотреть? Конечно же, на всех наших интернет-ресурсах, за которыми следит мой помощник Умник. Заходите на наш сайт Снегурочка.дом и обязательно все-все-все увидите. Чувствуется на дворе 21 век. До чего прогресс-то дошел? Ну, конечно, дедушка, я за твоим инстаграмом тоже слежу. Ты сейчас все мои секреты откроешь. Ничего себе, надо подписаться. Ну что ж, Снегурочка, мы сегодня поставили себе невероятную задачу пригласить много гостей и сделать из них вот настоящий музыкальный оркестр. И ты в нем окажешься первым солистом. Поэтому приглашаем под аплодисменты сюда нашу, так называемую, оркестровую яму. Ой, спасибо вам большое. Ну что ж, дедушка, продолжаем встречать гостей? Конечно, конечно. Итак, друзья, а теперь сольный выход гостей нашего именинника. Очередной. Вы не поверите, из города Казань приехал Кышбабай, Толбабай и Кышбабай. Только есть разница. Один из Казани Кышбабай, Кышбабай из Казани встречайте. Здравствуй, мой родной. Здравствуй, здравствуй. Толбабай со своей внучкой Ламаныл. Толбабай, здравствуй, здравствуй. Из Адмуртии. И еще Кышбабай из Челябинской области. Здравствуй, мой родной, здравствуй. Рад видеть тебя тут на нашей Великоустинской земле. Кышбабай у нас только один, он у нас Сукбабай. Кышбабай только один, только в Казани живет. Эх, и так они спорили несколько тысячелетий. Я думаю, что каждый Кышбабай хорош по-своему, правда ведь? Вот у меня... Сукбабай. Вот вам микрофон. Дед Морозен по-настоящему, да. Он Сукбабай, я Кышбабай. Кышбабай у нас один, он живет в Татарстане. А, все-таки вы разные, но Бабаи. Бабаи, да, Бабаи, но Бабаи. Что значит Бабай, скажите, пожалуйста? Это фамилия? Человек немножко постарел, и вот он превращается в Бабаи старика. Вы знаете, мне с детства говорили, что Бабаи придет и тебя куда-то заберет. Да-да-да, меня тоже говорили, потому что бывают разные Бабаи. Вот бывает Сын-Нача Бабаи, если перевести Сын-Нача, он делает обрезание. Вот он Сын-Нача приходит, значит, вот нас пугали все. Вот после таких слов, что другой Кышбабай окажется намного лучше. Я знаю, почему вы Кышбабай. Кыш, если что, да? Кыш, да, Кышбабай, потому что зима, это Кыш, да, у нас зима, хорошо. Самое-то главное, его никто не может проверить, что он говорит. Да это и не он говорит, я тут рядом стою. Все понятно. Так, Бабаи вы наши. Вопрос такой, а кто из вас круче Бабай? Круче Кышбабая никто не может быть. Я думаю, что побеждает всегда дружба. Это самое главное. Это мы сейчас выясним, на самом деле, в нашем танцевальном батле. У нас есть предложение. Кышбабай, вы на гармошке играете. Немножко играете и поете, да. Предлагаем небольшой танцевальный батл, чтобы выяснить, кто же из Бабаев круче. Один из них будет играть, а другие танцевать. Вы так на меня смотрите, как будто вы не знали об этом. Знали? А, вот, вот он инструмент, на котором сейчас будет играть. Выясним, кто из вас круче. В танцевальном батле. Без разминки. Ну давайте, под ваши аплодисменты выясняем, какой Бабай круче. Браво! Я думаю, что победила дружба, ребята, и, конечно же, Бабай, правда? Друзья, действительно победила и дружба, и Бабай. Ваши аплодисменты этим и танцорам, и музыкантам, нашим гостям. АПЛОДИСМЕНТЫ Здорово! Ты круче, только никому не говори. Давай, конечно. Шучу. Под ваши аплодисменты провожаем вас тоже в нашу музыкальную оркестровую яму. Готовимся к музыкальному номеру. Да, Снегурочка? Снегурочка. АПЛОДИСМЕНТЫ Встречаем следующего гостя. Из Елабуги следующие гости представители Тридевятого царства, дедушка. Под ваши аплодисменты встречаем их. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, здравствуй. А он тебе еще подрос. Видишь, здравствуйте, здравствуйте, мои родные. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй, Боярин Морозушка. Ну как тут без нас-то нормально? Не скучно. АПЛОДИСМЕНТЫ Скучно было, скучно. Скучно. Ну-ка, старика, повеселить-ка давай. Так мы на то и приехали же повеселить-то чё. Вот, видишь, опять же, добрый молодец стоит сейчас веселить будет. А, все-таки я буду веселить вас. А, ну да, давай, извини, пожалуйста. Я думал, у нас гриб всех развеселит как бы. Гриб, да, у нас веселый. Это только палку волшебную мне не дали. Это не волшебная палка, просто палка, что ли? Это посох, а палка у тебя волшебная. Это правда. А ты кто такой? Что ты держишь? Расскажи. Иван Царевич. Это подарок Деду Морозу, на котором мы будем играть сегодня. Дорогие мои друзья, мне дарят тридевятое царство. Ну, не то, что... Землю? Да, землю, да. Дедушка Мороз, я тебе скажу одно, понимаешь? Мы тут собирались... Ты всем-то не рассказывай. А всем не рассказывать, что ли? Да нет, подожди, я к тебе собиралась, говорю, мы все собирались, тридевятым царством. Но все тридевятого царства, так тебе никак. Решили мы тебе землицы привезти. Из царства тридевятого на живой воде замесили. На солнышке золотом посушили. В печи волшебной говорящей обожгли. Голосами зверей да птиц наполнили. И тебе привезли. Кто-нибудь запомнил? Ну, запомнил, не запомнил. Сегодня стряпать будем. Рецепт обязательно за живой водицей только к нам. Конечно. Ох, ничего себе. И прям тридевятого царства. Говорящие, вот видишь. Конечно, вот тебе земли из царства тридевятого. Какие лосяши. Друзья, это классные подарки везут тебе дедушка. Правда, правда. Эксклюзив, я так понимаю. Конечно. А как же ж, для дедушки Мороза кроме как эксклюзив ничего больше не возит. Здорово, здорово. Ну что же, дорогие гости. Чудо-чудно, диво-дивно. Мы рады вас приветствовать. И теплые сменты тоже вам. Присаживайтесь, занимайте свое место в оркестровой яме. Продолжаем встречать гостей. Дедушка, скажи, пожалуйста, а ты знаешь, в какой последовательности к тебе идут гости? Нет. Каждому гостю я рад. Ох, рад. Всем сердцем, всей душой. Ведь все для меня дороги. А скажи, пожалуйста, вот когда заиграет музыка, ты поймешь, кто к тебе должен прийти? По музыкальному фрагменту. А как же. Дружбу мы давно со всеми водим. Угадаю, конечно же. Ну давай попробуем, кто сейчас будет. Ну дали бы еще пару нот-то. Думаю, что это мелодия девицы-метелицы, которую я поселил в Янских полянах. Дорогие друзья, девицы-метелицы, город Вятские поляны. Ваши аплодисменты, смотрите, какие красотки. Здравствуй, моя родная, здравствуй, здравствуй. Эх, любят тебя в Янских полянах. И наряд у тебя новый. Новый, дедушка, новый, сшила мастерица. Ой, здорово, красиво. Как там в Янских полянах-то живется, не обижают? В Янских полянах хорошо. Шапочки пополняются у меня тихонечко. Вот и здорово. Детишки приходят, да я их радую. А я тебе обещаю, приеду, да всех проверю. Что да как. Я тебя ждать буду, дедушка. Договорились, обязательно приеду. Девица-метелица, скажи, что в руках у тебя? Волшебная флейта моя. Я на ней играю с помощником со своим. Да. Хотим послушать, как звучит волшебная флейта? Конечно же, конечно же. Давай. Здесь у ёлочку взяли мы домой. Спасибо, моя родная, спасибо. А в чём волшебство-то, девица-метелица? Волшебство в том, что нужно пальчиками смело перебирать. И дуть нужно знать как. Вот-вот хотите, я вам дам попробовать, да ведь у вас не получится. Алексей, попробуй. Ну давайте. Давайте. Сейчас проверим и твои музыкальные способности. В другую сторону дуть-то нужно ведь. Вот сюда, да, да. Вот-вот-вот-вот, и силушки-то у вас не хватает нашей. Тебе отправим сегодня в Яцкие поляны. Похоже на аппарат. Тренироваться. Вы ко мне приезжайте, я вас научу, как поможете. Штука диковинная. В Яцкие поляны. В Яцкие поляны, да, Кировская область у нас. Ну что же, вот у нас ещё одни музыканты прибыли. Спасибо, спасибо. К нашему оркестру. Эти аплодисменты вам, присаживайтесь. Добро пожаловать. Встречаем следующего гостя. Прям нескончаемые аплодисменты. Поехали. Встречаем царя Бериндея, город Переславль-Залесский. Вот он идёт, красавчик. И не один, со свитой. Здравствуй, царь, здравствуй. Как там твоё царство Бериндеево стоит? Как трапезное? Всё отлично. Здравствуй, дедушка. Здравствуйте, здравствуйте. Люди добрые. Как добрались? Отлично, дедушка, отлично. Снежок выпал на землю и Ярославскую, и Вологодскую, и Великоустевскую. Ехать было легко и приятно. А я-то как рад встрече. Ведь сегодня собираются тут самые лучшие мои друзья и помощники. Верно, дедушка. Ну, а насчёт свиты. Приехал я сегодня не со всей свитой, а только с солнечным лучиком. Потому что солнце – символ царства моего. И те музыкальные инструменты, с которыми я приехал, тоже с солнышком, с красным. Я так себе и представлял лучик солнца. Верно, все его так представляли. А тебя царь Берендей почему-то по-другому представлял. По-другому? Сказок в детстве, наверное, мало читал. Маловато, да. Всё больше пришвина. О, а тут оказывается островский. Александр Николаевич. Услышим мы сегодня, как ты звучишь на этих ложках? Услышьте обязательно. Вам сейчас хочется услышать? Нет, мы потом в общем вас послушаем. Обязательно. Можем и сейчас постучим. Можете? Ну давайте, если зал просит. Давайте договоримся. Вот ложки, такой инструмент интересный, они должны в сопровождении другого инструмента играть. Поскольку баяниста я не привёз сегодня с собой, да, места не нашлось. Ты на чём ехал? Ой, на волшебном транспорте. Я и солнечный луч. И в этом волшебном транспорте места баянисту не хватил? Ты что? Я просто думал, у вас здесь свой будет. А у меня-то тут свой транспорт. Музыкант великий. Музыкант великий, да. Я могу на флейте. Нам сегодня гости помогут, да, они будут хлопать, а мы постучим. Причём, дорогие друзья, эти ложки знамениты тем, что при ударе этих ложек солнечная энергия, солнечные лучи будут распространяться на всех на вас, в ваши сердца. Лучик, держи. Играет царь Бериндей. Ваши аплодисменты. Ритм, ритм, друзья, держим. Лучик, танцевать будешь? Друзья, ну что ж, ваши аплодисменты. Царь Бериндей и лучи. А я-то думал, думаешь, что царю-то негоже на ложках играть? Нет, мы можем и щи ложками хлебать, и сыграть. Почувствовали, как лучи солнца вселились в каждое сердце, дорогие друзья? Теплее стало? Дедушка Мороз, не расставишь? Нет, нет. Силы вам не волшины предостаточно. Ложки и правда у тебя мудреные, а тебе солнце помогает. Ну что ж. Солнце нам всегда помогает. Какие же вы молодцы. Хорошо, что приехали. Эти аплодисменты тоже вам. Спасибо. Добро пожаловать в вашу аплодисменты, друзья. Спасибо, Дедушка Мороз. Ну что ж, сейчас станет еще чуть-чуть похолоднее, и оттого и теплее. Встречаем повелитель холода. Чисхан, город Якутск. Чисхан приехал с того места, где зафиксирована самая низкая температура. Минус 72 градуса. Минус 72 градуса. Аплодисменты наше гостя. Здравствуй, мой родной Чисхан. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Здравствуйте, мои родные. Я Чисхан, хранитель холода, живущий в далекой Якутии, в поле сохода Макон. Приветствую вас. Все гости тоже, Чисхан, тебя приветствуют. И сердце мое радуется. Дорогой дедушка, поздравляю тебя. Таким замечательным днем, днем рождения. Спасибо, мой родной. Спасибо, спасибо. Спасибо. Дорогой Чисхан, чем будешь радовать дедушку? Да, я сегодня принес волшебный хумус. И сейчас мы поиграем. Вы играете на хумусе? Да. Интересно послушать. Сейчас вы все узнаете, что это про хумус. Сначала думаю, что всем гостям интересно посмотреть, что это такое. Да, покажи. Так, сейчас я помогу. Дедушка. Посмотрите, как он выглядит. Ничего себе чудо-чудо. На Варган похож. Да, это Варган. Я себя представляю. Сижу я в Якутии в сугробе и на этой штуке. Нет, нет, лучше в Устиге. Нет, нет, лучше в Устиге. Друзья, ваши аплодисменты. А в Якутии все на этих штуках? В Якутии все так играют или нет? Да, многие, многие играют. Значит, я как услышу, так буду понимать, что пролетай над Якутией. Ну что ж, провожаем аплодисментами тоже к нам в оркестр. Удивился, Рикадек. Спасибо. А как называется у вас Снегурочка, как будет на якутском? На русском меня зовут Якутская зима, а по-якутски Хахатун. Хахатун практически, да? Вы, наверное, очень улыбчивая всегда. Да, я очень улыбчивая, люблю смеяться. Очень рада вас приветствовать. Молодцы, спасибо, что приехали. Присаживайся, Чисхан. Интересно, повелитель холода, просто хотел ему задать вопрос. У вас на эту антенну ТНТ показывает? Я думаю, все хорошо, да, берет? Нет, это не антенна, это рога быка, эхадыл. А, рога быка. Вот, дедушка, ты подсказывай, потому что я... Конечно, конечно. Откуда мне знать? Ну что же? Вот сразу видно, откуда человек приехал. У него чуть-чуть антенна. Это посох, я тебе рассказываю. Да, 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 держите в курсе. Это посох, это антенна, ага, это люди. Хорошо. Поздравить тебя, дедушка, спешит следующий твой друг. Встречаем под ваши аплодисменты. Ямал Ири, город Салихард. Это единственный город на полярном круге. Здравствуй, здравствуй, Ямал. Здравствуй, мой родной, здравствуй, здравствуй. Наделенный силой волшебною, переданную мне добрыми духами севера, рад поздравить тебя с днем рождения. Желаю тебе самое главное, это крепкого здоровья. А еще я для тебя приготовил обряд здоровья. Ох, спасибо, Ямалушка. Спасибо, спасибо. Алексей, ты видишь? Здоровья? Нет, нечисть улетает. Будь здоров всегда, друг мой. Спасибо, Ямал, спасибо. Штука у тебя мудрена. Как называется-то? Бубен, бубен мой волшебный. Здорово. Мудрена у тебя бубен. Ой, спасибо. Ну, я думаю, что, коль, обряд такой мы провели, думаю, у нас все сегодня получится, и будет все отлично, правда? Конечно, получится. Проводжаем нашего гостя. Ты, Ямалушка, ты у меня вокруг терема еще походил вот так сегодня? Хорошо, обязательно походу. Пусть там вся нечь, что же. А когда к вам можно провериться? Вы же по здоровью как бы. Да в любое время жду вас в резиденции своей. Да? Да. С удовольствием приедем. Потому что нас в Москве вообще врачи по-другому лечат. Понятно. Эти аплодисменты вам. Спасибо, что приехали так издалека к нам. Ой, спасибо, Ямал. Снегурочка, продолжай мне помогать. Встречаем следующую гостью. Золотая рыбка сейчас окажется здесь. Город Липенбор. Ваши аплодисменты. Действительно золотая. Здравствуй. Я вот с Ямалушкой ходил на рыбалку, таких налимов ловил, но они мои желания не исполняли. Правда, правда, родная моя. Что ж мне на рыбалку идти, если рыба сама ко мне идет? Рыбка, ну рассказывай, как добралась, как доплыла, какими реками? Хорошо добралась, плыла я многими реками, озерами. Выплыла из Белого озера. Потом по Шексне. Потом по другим рекам. Вот и к вам приплыла. Кто-то, я и думаю, моя река замерзнуть не может. Так вот она что. Плаваем еще, плаваем еще рано. А что за музыкальный инструмент у тебя? Дедушке Морозу я привезла свисток, да необычный. Дедушка Мороз, день рождения-то у тебя осенью, птички уже улетают поющие. Вот привезла я такой свисточек, который свистит, как птичка, чтобы тебя порадовать пением птиц. Да не может быть. Ну-ка давай, давай, не дай мимо и душу. Ох, настроение какое у меня сразу же хорошее, отличное. Дедушка Мороза, с днем рождения, поздравляю тебя. Желаю тебе хороших друзей, процветания и побольше волшебства. И тебе желаю всего самого наилучшего, хорошего, доброго. И пусть тебя никто не ловит. Ну иногда, чтобы желание это исполнить. Ну если только у ребятишек. Хорошие и добрые, конечно же. Добрые, добрые. А мне понравился очень звук этот волшебный. Знаешь, что Рыбка напомнила? Когда, ну погоди, по голове волку ударить, у него потом такой звук над головой. Можешь еще раз посвистеть? Аплодисменты нашим гостям. Спасибо, спасибо, молодец. Добро пожаловать в наш оркестр. Ура. Следующих гостей встречаем. Сразу несколько. Под ваши аплодисменты, друзья. Царь Водяной и Василиса Премудрая. И Жар Птица. Город Южа. И вместе с ними из Ивановской области. И еще царь. Еще царей сегодня. У тебя же праздник. Два кашбабая, два царя. А также сударыня Белозерская из города Белозерска. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуй, дедушка Мороз. Здравствуй, здравствуй. Сударыню Белозерскую тоже аплодисментами давайте встретим. Здравствуй, моя родная, здравствуй. Как добрались? Как дорожка-то там? Все нормально? Как и положено. Ледяная. Старались. Плыли, плыли. Ехали, ехали. Ах, наконец приехали. Полями, лесами, реками добрались. Путь долгий, длинный у вас. Да, дедушка. Приехали мы из сказочной Южи. Привезли с собой, ну как и положено, день рождения. Необычный подарок. Музыкальный ты просил. С его подарками меня сегодня задарили. А подарок-то у нас необычный. А что это? Вам всем сегодня предстоит угадать. По сроку подарок служит прилично, но надо на нем регулярно играть. Биржа. Да, как же так? Царь-батюшка, скажи-ка ты. Ну, дедушка, ты у нас самый мудрый. Верно, верно. Давай. Что? Угадывай. Только не подсказывайте. Нет, намекну. Всем, ребятам, намекну. Это метла баба-яги. Зазвини. Ай-ай-ай. Я вспомнил. Вспомнил, вспомнил. Один мальчик мне писал. Дорогой дедушка Мороз. Моя сестра так здорово играет на нервах. Научи ее играть на метле. Нет, дедушка, это не мое письмо. Нет? Ну ладно. Ну, мои дорогие, подскажу немного. Зазвенит в любой момент наш волшебный инструмент. И на сцене в лучшем зале. И в походе на привале. Для лихого пляса. Лентой под поясом. Ну, а кому в руки попадет, тот от скуки не умрет. Ну, догадались? Вы что, про веник говорите? Ой, ну, ребята, вы мне наверняка поможете. Веник, говорят. Ну, какой же это веник? Скрипки, сколько инструментов? Что? Ой, струн в скрипке сколько? Четыре. А в гитаре? Шесть, двенадцать, семь. А в контрабасе? Есть струны. А балалайки? Три. Молодцы. Спасибо. Вот видите, какие вы мудрые. Значит, этот инструмент вы наверняка узнаете. Это правильно. Правильно. Волшеб струн. Сыграть? Волшеб струн? Волшеб струн. Ты бабе не показываешь. Я такие волшеб струны по 150 рублей покупал. Волшеб струн. Вот-вот, я и говорю, все путают. Я вам сейчас высокие аккорды возьму. Ну, давай. Тишина. Настроить надо. Давай, инструкция есть? Паспорт. Ну, как? Красота. Здорово. Я говорю, как звучание? Красота. А я что говорил? Абсолютный слух. Вот. Вот они, талантливые люди. Конечно же, собрались в этой студии у дедушки. А ты, дед, как слышал? Я слышал. Я потом... Ну, а я про что говорю? Я потом также буду подарок вручать. Видите подарок? Вот, лежит под елкой. Ай, дедушка с юмором. А? Красавчик. Вот, видишь, подарок? Забираю. Вот про что и говорю. Мы по такому принципу, в принципе, оркестр собираем. Правильно. Да. Главное, чтобы инструментов не было. Мы потом так сыграем. Я могу быть опытным дирижером. Это если что. Дирижером у нас дедушка сегодня будет. Ты хочешь свое место занять? Ну, я... Не получится. А эту штуку у тебя берет Баба-Яга? Ладно. Знаете, у меня чемпионка по медлолетанию. Это так, конечно. Но ведь слух-то у нее не абсолютный. Проверим сегодня. Поглядим. Так, сударыня Белозерская застоялась. Скажите пару слов о себе. Как вам у нас гостя? Царь привык всегда быть первым. Я приехала из старинного города Белозерска. Великий Устьюк мне очень нравится. И каждый год приезжаю. Конечно. На день рождения. Земля Вологодская очень большая, правда? И мы все дружим. Молодец, что приехала. Рады вас приветствовать. Хотите аплодисменты вам, дорогие друзья. Добро пожаловать в наш оркестр. Передавайте микрофон Снегурочке. Идем дальше по гостям. Присаживайся, царь. Сейчас наш праздник станет еще веселей, потому что в зале появится гость из Карелии. Ребята, у вас там аплодисменты. Вы должны как фанаты достать шарфы. Встречайте, Таллиука. Город Пряжа. Здравствуй, мой родной, здравствуй. Здравствуй. Как там Карелия-то без меня, старика? Ждем гостей. Конечно, обязательно приеду. Гости ждем, конечно. Собак уже запряг еще с прошлого года. Хасок? Да. С голубыми глазками? Конечно, с голубыми. Ну, рассказывай, как добрался? Ну, добрался я хорошо. Надеюсь, не на собаках? Ну, как не на собаках? На курице. На собаках в том числе. Ну-ка посмотрите, там вон выход. Есть там собачья упряжка? Есть. Да? Конечно, есть. В принципе, после сегодняшней гитары и аккордов таких, я больше ничему не удивляюсь. Что у тебя за инструмент такой? Ну, инструмент у меня сказочный. А сказка всегда покрыта тайной, чудесами. Оттого и представить даже не могу я эту сказку раньше времени. Ты как-то точку не ставишь в своих предложениях. Мы не знаем, где ты закончил, а где продолжишь, Ука. Чтоб хотелось еще продолжить, додумать и представить себе. Ведь жили-были, а в конце как? Вот опять не поставил. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Классный ты, глаза у тебя добрые, как у Куравлева. Хорошо, что приехал. Брат, наверное, мой, не знаю. Ты дедушка же, по сути, своей. Но не бабушка. Не бабушка, да? Значит, внук. Он тебе. Ну, слава богу, я уж задумался. Кто-то совсем старый есть, а мы его не знаем. Мне кажется, все люди сестры и все братья, правда? Для меня старика все одинаковые, все мои внучата. От мала и до велика. Ну что ж, Ука, мы тоже рады тебе. Присаживайся в наш оркестр, спасибо, что приехал. Передавай микрофон Снегурочке. Спасибо, что приехал. Штука у тебя мудрена. Чувствоваться, придерживаться следующего года. Он уже готовится, правда? Конечно. Правильно, правильно. А яйца эта курица тоже мягкие несет? Нет, а вот мне все вопросы интересуют. А раньше появился курица или яйцо? Или Ука. А я думал, наверное, сначала появился петух. Следующий год петуха будет, а мы его и спросим. Даже не поспорю с тобой. Кстати, я родился в год петуха. Вот твой год. Мой год следующий, ребята. Как я его неплохо, начинаю. Ему готовится. Следующий гость, дедушка. Дедушка Мороз, сегодня к тебе на праздник приехал еще один необычный гость. Прям решил сейчас по тексту, чтобы ничего не перепутать. Ты не волнуйся. И это сюрприз для всех. Встречаем нашего гостя робот Алантим. Алантим, первый в России робот с характером, друзья. Ваши аплодисменты. Это ж до чего прогресс нашел, а? Алантим, эти аплодисменты тебе давай к нам. На дворе 21 век. Ты прям Усейн Болт. Стомитровку за 6 часов преодолевает. Сейчас он развернется. Можете позавтракать. Аплодисменты робота Алантим. Здравствуй, Алантим, здравствуй. Здравствуй, дедушка Мороз. Я приехал сюда, чтобы поздравить тебя с днем рождения. И в подарок я приготовил для тебя песню. В лесу родилась елочка. В лесу она росла зимой. И летом стройная зима была. Спасибо, Алантим, спасибо за такое замечательное поздравление. Просто тронул мое сердце. Это новый робогод. А ты скажи, пожалуйста, нам запятые самим расставлять? Или ты нам поможешь? А давайте я вам на этот вопрос отвечу немного позже, как смогу найти на любую ответ. А пока расскажите мне, как поживаете. Хорошо живем. Просто здорово. Каждый вы спросите меня, живой я или нет. Услышите ответ нет. И уйдете, так и не узнав, что нет этого живого ответа. Алантим, какой у тебя подарок для дедушки? Кто какой? А я милый. А еще и песню петь, ведь хочешь споя для тебя? Для меня лично? Пой. Володя, Володя, не верь погоде, не верь туманному дождю. Володя, Володя, дожди проходят, и снова солнце улыбается. Он почти угадал твое имя. В нашей стране на всякий случай лучше петь Володя. Здорово, здорово. У меня нет достаточных сведений для ответа. А вы что скажете? Скажи, пожалуйста, а ты любвеобильный робот? Ой, только уговаривать меня не надо. Я соглашу себя. Алантим, меня часто спрашивают, что такое счастье? Счастье – это состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения. Такое прослушаешь и сразу же понимаешь, что такое счастье. Сегодня у меня такое состояние. Эти аплодисменты тебе. Спасибо большое. Ты там что-то говоришь. Алантим, мы тебя очень рады видеть. Ты действительно позитивный, классный и творческий. Эти аплодисменты тебе. Добро пожаловать в наш орке. Спасибо, спасибо, Алантим. Ты просто молодец. Вот старика удивил, порадовал. Ну, ребята, думаю, что лет так через 50 таким, возможно, Деда Мороза уже начнут ходить. Правда? Не, я привык все в живое. Но он мне очень понравился. А вам? Дедушка Мороз, вот мы практически уже готовы сыграть под твоим руководством песенку. Но есть еще один гость, который обязательно должен выйти и поздравить тебя. Поэтому под ваши аплодисменты встречаем представитель от губернатора Вологодской области Владимир Александрович Осиповский. Ваши аплодисменты. Это вот про кого была песня. Здравствуй, мой родной, здравствуй. Доброе утро. Я сразу после робота. Но до, я так понимаю, важного сюрприза, который есть. Я хочу поздравить тебя, Дедушка Мороз, с наступающим днем рождения. Сегодня праздник для всех россиян. Он наступил. Ну еще, я думаю, что будет целый день сегодня. Все впереди, да, он продолжается. К сожалению, я музыкальный инструмент не привез. Но я попрошу тебя, чтобы я был твоим помощником, помощником дирижера. А почему бы нет? Думаю, что мы справимся. Спасибо большое. Спасибо. С праздником наступаем. Спасибо, спасибо. Ура, друзья. Ура, друзья. Я пробовал. Конечно. Еще один гость. Сюрприз. Знаешь, Дедушка Мороз, оказывается, есть волшебники, которые называют себя кулинарные волшебники. Знаю таких. И сегодня он здесь. Один из них. Встречаем под ваши апплодисменты. Фэшн-волшебник. Художник-архитектор Звездного Кондитера. Встречаем Звездного Кондитера, друзья. Автора и создателя самых грандиозных и масштабных тортов. Ренат Аксамов. Здравствуй, Ренат. Здравствуй, здравствуй, мой родной. Здравствуй. Как же я рад тебя видеть здесь, во владениях моих. Всех приветствую. Мы с Дедушкой Морозом здесь уже два дня. С детства ты меня учил готовить. Помнишь, вместе с бабушкой? Было дело, а как же. Записывался в блокнотик это. Блинчики. Блинчики, помнишь? А еще кексики такие. Да, муку, яйца смешивать, сахар. Да, да, как иначе-то. Я же был всегда рядом. Я радовался твоим успехом и огорчался, если у тебя что-то не получалось. Я старался тебя не подвести и приготовил специально для тебя вот этот волшебный, сказочный новогодний торт. Ой, спасибо. Вот чудеса да и только. Выходит, сказки умею, ребята, делать не только я, еще и вот такие замечательные люди, как Ренат. С днем рождения. Спасибо, спасибо. Давайте все вместе поздравим Дедушку Мороза. С днем рождения. Спасибо, спасибо. Все вместе. С днем рождения. Спасибо, Ренат, спасибо. И мандарины, и елочки. А мандарины, Дедушка Мороз, это не просто мандарины. Ты же меня учил с детства волшебству. Он старался, доброму волшебству. И видишь, что мандаринка. Просто кто по-доброму весил, тот зла не совершит. Видишь, мандаринка. Да она не простая. Да. Она шоколадная. Потрогай пальчиком. Видишь, не мнется. Да, да, здорово. Ой. Аккуратно варежку не пачкай. И елочки здесь шоколадные. И самое главное, Дедушка Мороз, я тебе сейчас кое-чем угощу. Попробуй. Значит, вот здесь это не просто свечающиеся шарики, а это сладкая, мигающая карамель. Попробуй. Ничего себе. Нет, давай свечерком с ребятишками. Держи лучше ты, потому что у него среди бороды может застрять. Так, потом на УЗИ что у меня надо ждать? Потом на УЗИ мигать будет. Наоборот, для УЗИ это облегчение, потому что там же показывает все. Ты прикалываешься? Нет. Только ее желательно не грызть. А, не грызть. Ее просто слегка облизать можно. Ну, ее реально можно в какой-то момент светить. Я смотрю, у тебя же... Ну-ка покажи, светится что-то там. Когда день рождения Дедушки закончишь, тогда можешь проглатывать. Это вот как говорится, хорошо гулять по свету с карамелькой за щекой. Это про меня писали, да. Давайте еще раз поздравим. Спасибо, спасибо. С Новым годом, дорогой мой Дедушка. С днем рождения. Спасибо, мои родные, спасибо. Ой, красота какая. Ой, здорово. Нучка, смотри, какая красота. А я вот немножко расстроился. Можно батарейку надо поменять. Ренат, большое спасибо. Вот знаешь, вот обычно, когда собираются много-много гостей на дне рождения, вот когда попробовал тортик, так и все. Вы, ребят, не слушайте, не думайте, что все заканчивается. День рождения лишь только продолжается! Ну что же, друзья, Дедушка Мороз, готов ли ты дирижировать? Готов, готов. Ну, все так обычно и бывает, понарошку. Палочку, да. Пока идет фотосессия, я иду за палочкой для нашего дирижера. Где же она? Здорово, просто супер. Вот она. Два волшебника вместе. Я даже могу сказать, ты не просто архитектор, ты ж прям ювелир своего дела. Верно, старался. Спасибо, спасибо. Вот здорово. Дедушка, передаю тебе... Дирижерскую палочку. Да, микроболшебный посох, скажем так, который сейчас по мгновению, по волшебству, должен заиграть вот этот оркестр, благодаря вот этой палочке, да? Вы готовы к волшебству, друг? Волшебники-музыканты готовы? Гости готовы? Музыканты? Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте же все вместе, давайте. Вы меня, старика, не подводите, а то я первый раз штуку держу, мне всегда посох. Ну, давайте. Уходилась елочка, в лесу она росла, Зимой и летом стройная Зеленая была. Зимой и летом стройная Зеленая была. Метель ей пела песен, Спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком окутывал, Смотри, не замерзай. Мороз снежком окутывал, Смотри, не замерзай. И вот она нарядная На праздник к нам пришла, И много-много радости Детишкам принесла. И много-много радости Детишкам принесла. Спасибо, мои родные. Ох, как здорово. Как вы меня хорошо поздравили. Сердце мое тронули И чуть его не растопили. Друзья мои, Я знаю, что Вот с этими штуками мудреными Гости мечтают со мной пообщаться, А я не против. Ну, а вас, дорогие мои друзья, Волшебники, Буду ждать моей сказочной Вочине. Порадуем и остальных Ребятишек и взрослых. Тогда не прощаюсь, Говорю, до скорой встречи. И мы будем ждать встречи С тобой, Дедушка Мороз. Ну что ж, дорогие наши Интернет-слушатели И те, кто смотрит нас Все это время, Оставайтесь с нами, Никуда не переключайтесь. Подключайтесь, даже так скажу, К нашему празднику, Потому что все еще впереди Сказка и, конечно же, музыка. В 12 часов сегодня Представление будет Ля-ля-шоу С участием театра людей И кугл-чудаки И участников проекта Первого канала Голос-дети Друзья, они действительно здесь Я с ними живу В одном доме В 15.30 Предшоу Настройка музыкальных инструментов И репетиция Большого оркестра А в 4 часа дня Главное представление Фантастическая симфония Для Деда Мороза Уникальное лазерное Видеопроекционное шоу Чудо-торт От Рината Акзамова Маша Поротникова И Саша Савинов А также Наш любимый Робот-Алантим И все-все-все Сказочное действо И друзья Деда Мороза Подключайтесь к нам, друзья Мы ждем вас Ура, друзья! До скорой встречи, родные мои! Ну, я надеюсь, что этот торт подрастет Вот намного больше А то там гостей очень много К 4-м точно подрастет К 4-м метрам или К 4-м часам К 4-м метрам, может быть Ну ладно! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok